Любят ли петь в Бобруйске? Без сомнений, отвечаем да. И не только любят, но и умеют. Доказательство – наши вокалисты победители и лауреаты самых различных международных конкурсов. Как раз один из таких совсем недавно прошел в Киеве. Фестиваль носит имя «Покори сцену». Именно это и сделали артистки театра песни Шананай Полина Вавула и Дарья Фролова. Разноголосим звучали не только украинцы, но и зарубежные гости. А это 150 участников. Но именно наши солистки покорили жюри, стали обладателями гран-при и лауреатами первой степени. Полина и Дарья уже без малого 10 лет занимаются вокалом. Выступают они по большей части сольно, но в этот раз был дуэт, который в итоге стал успешным. И как они сами признаются, сначала было тяжело, но потом, как говорится, спелись. Исполняли песню на родном языке. Эта песня называется «Рэченька». Ну, наверное, выбор пал именно на эту песню, потому что она несет в себе какой-то колорит Беларуси. И так как мы представляли Беларусь на зарубежном конкурсе, это был достаточно правильный выбор. Самое тяжелое в этой песне – выдерживать ритм и показать весь этот драйв. Так как все песни были на конкурсе почти одинаковые, медленные. В общем, попадались даже одинаковые, но эта песня очень драйвовая, и мы просто зажгли зал. Спеть профессионально – дело непростое. Но не легче росли талант в ребенке. Вот тут и выходит на первый план работа педагога, с которым Дашей и Полине точно повезло. Алла Ефименко взрастила, воспитала не одну плеяду поющих бобручан. Теперь на подходе очередные подрастающие звезды. У девчонок хорошая энергетика. Голосовыми данными особо не удивишь Украину, но сочетание голосов, хорошая энергетика, которая взорвала жюри, все, я думаю, что вот это была фишка. Конкурсные приключения для Шинанай на этом не заканчиваются. Совсем скоро театр песни отправится в Калининград, а затем в Карелию. Но и бобручан совсем скоро будет возможность услышать лучшие голоса. 11 апреля коллектив выступит на сцене Дворца искусств с отчетным концертом. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.